ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Фата Моргана в песчаном сеттинге И банально визуально режим стал посвежее И не наскучивает спустя несколько боев Так вот, сегодня будет небольшой видос, в котором мы поговорим А какие же танчики лучше всего заходят в линии фронта Для приятной игры и эффективного фарма Это будет не совсем топ, так как разные игроки будут отдавать предпочтение разным танкам Но все машинки, которые сегодня будут в списке, хороши в данном режиме Ну и не забывайте, ребят, только палец вверх ставить И в комментариях можете писать ваши варианты машин Это сильно помогает мне продвигать контент и мой канал Так что заранее вам спасибо И, ребят, заранее извиняюсь за возможные небольшие подлагивания в видео Как я и говорил, режим не без ошибок И именно реплеи разработчики здесь до ума еще не довели И много разных ошибок бывает Подлагивания, баги и прочее Ну а также на двух танчиках я взял реплей из рандома Так как банально не смог найти небагнутый реплей на них именно в линии фронта Но, надеюсь, это не будет какой-то большой проблемой Так вот, для начала разберем основу Исходя из которой выбираются лучшие танки для линии фронта Огромнейшая карта Да, бывают перестрелки в упор Но зачастую достаточно внушительные дистанции стрельбы А также почти все играют на базовых снарядах, а не на голде Поэтому броня в этом режиме не в приоритете Но если она будет, не в ущерб другим сторонам То это будет отличный бонус А в некоторых ситуациях в защите, когда вам далеко и быстро ехать не надо Может действительно хорошо послужить вам Однако, базово мы делаем вывод Главное в линии фронта, в режиме с огромнейшей картой Это хорошая динамика и комфортное орудие с высоким уроном в минуту Так как пострелять практически всегда есть в кого И чем чаще вы это делаете, тем больше урона соответственно и настреливаете И у следующего танка все это есть Уже ставшая старая и добрая итальянская Progetto 46 СТ, у которого все в порядке с динамикой В рамках большой карты он нормально катается, везде успевает И при этом имеет отменный барабан с дозарядкой, который отлично заходит Базовое пробитие 212 мм, чего вам в этом режиме будет всегда хватать Комфорт стрельбы приятный, УВН минус 9 Ну и 3 снаряда в магазине будут помогать вливать больше урона Чем рядом стоящие союзные СТшки, когда в ваш прицел внезапно кто-то будет выкатывать В плане брони танчику конечно похвастать нечем Но из бонусов фугасами он в силуэт не пробивается Так что от рыжих снарядов, как некоторый картон, мы страдать не будем Progetto танчик, который и в рандоме заходит на ура И в линии фронта может неплохой настрел показывать и приятные бои приносить А вот следующий агрегат будет немного посложнее Шведский Ланс НС Динамика суперская, рвет максималку с места Правда она тут внезапно 50 км в час, а не 55, как у того же итальянца Но к динамике тут вопросов нет Танчик шустрый, всегда поспевает Пушка здесь уже цикличная С приятной альфой в 320 единиц С нормальным комфортом Стабилизации чуть не хватает Поэтому всегда надо будет дополнительное время на подсводку тратить Но все в рамках приличия УВН минус 10, урон в минуту, как для СТ, очень неплох Единственное, конечно, танчик картонный И по габаритам его попасть совсем нетрудно В плане фугасов Солба есть углы наклона брони В которой рыжие снаряды будут залетать почти без урона Поэтому пойдет Но вот если к вам в борт или в корму залетит противник С неплохими фугасными снарядами То готовьтесь получать по полной И если та же Праджета за счет барабана Может чуть поагрессивнее разыгрывать Тут же у нас такой классический СТ второй и третьей линии Который хорошо играется в ЛФ Но всегда держите дистанцию И вперед своей командой не лезьте Танчик может крайне уверенно и стабильно заходить в режиме Но, как по мне, скучноват И местами излишне сложноват, скажем так Следующий СТ это Польский Лис Тут, я думаю, даже лишних слов не надо Этот танчик и в рандоме В последнее время хорошую популярность у игроков с Искал Прекрасная, в меру комфортная пушка С Альфой в 320 Урон в минуту не уступает в среднем конкурентам У Вейн, правда, минус 7 Но для линии фронта это вполне нормально У вас все еще море позиций Где и рельеф будет играть вам в плюс, а не в минус А что самое важное Особенно на фоне того же Лансена Есть кое-какие миллиметры брони в башне Что позволяет резко выкатывать Давать безнаказанный урон И закатываться от противника А если вы нашли позицию от рельефа Или если просто находитесь выше противника То и танкующему ВЛД тоже удивляться не стоит Тем более, напоминаю, что У нас тут одноуровневый бой Где 95% игроков Играет исключительно на базовых снарядах Невероятно простой Крайне универсальный для линии фронта танчик Который будет заходить просто на ура А главное и игра на нем будет в меру такой агрессивной А значит достаточно интересной Но при этом не сложной Идем дальше АП МХ-30 Продолжаем со средними танками Редкий гость в рандоме Да и в линии фронта засилье этих машин не наблюдается А вот как раз для ЛФ Этот танчик на самом деле неплохой В то время как у всех СТ до этого пробития Варьировалось около 210 мм То здесь у нас достаточно быстрые ББшки С пробоем в 232 мм Неуязвимых целей для нас нет вовсе Даже тяжелые танки с таким пробитием И должным выцеливанием Вы спокойно будете пробивать Без каких-либо проблем В то время как предыдущие машинки Ловят небольшую открутку И вот уже того же залетного Для линий фронта ИСА-3 Вы не пробили Тут, ну, у француза же Такого не будет При этом комфорт стрельбы неплохой У Вэйн вообще минус 11 градусов А вкупе с нашей башней На всю ширину которой растянута Непробиваемая маска Мы можем очень уверенно вылезать И наносить урон от рельефа Корпус тут картон На него не рассчитываем Но вот катается этот корпус Быстрее, чем все предыдущие средние танки Альфа неплохая 300 единиц И единственный минус Урон в минуту ниже среднего С другой стороны Учитывая, что наше высокое пробитие Спасает от шальных рикошетов И вот этого Броня не пробита По противнику Пушка для режима нормальная От башни вылезти можно А динамика вообще ракета Если у вас есть этот СТ Не забудьте выгулять его на линии фронта Он тоже там действительно хорош Ну что это у нас? Одни средние танки До средние танки Давайте тяжами немного разбавим Для начала Что надо понимать Тяжелый танк Вы берете в двух случаях Вы в атаке И вы хотите въезжать на захват базы Или вы в защите И вы хотите агрессивно поджимать противников И наоборот Не давать им этот захват сделать Ренегат, ребят Танчик, который Крайне Непросто пробивать на дистанции Особенно на СТ Особенно без голды То есть броня Реально будет помогать В этом режиме выживать При этом Как для тяжа У него неплохая динамика Плестись за всей командой Со своими бронелистами Вы не будете Танк едет резво И если вы изначально понимаете Какую позицию на нем Будете занимать А не просто беспорядочно По вашему квадрату Будете туда-сюда переезжать То проблем у вас не возникнет Ну и венчает все это дело Хорошее орудие Альфа 360 Пробитие 226 миллиметров Хороший урон в минуту Приятный комфорт стрельбы И УВН минус 10 Если вы не планируете Играть от второй И третьей линии А хотите более Агрессивной какой-то Атаки Или планируете Там защищать Свою базу Более агрессивно Выкатывать Там сбивать захват То Ренегат Действительно Годный агрегат Такие вот вам Танковые рифмы А вот Следующий тяж Не так очевиден И я бы его В этот список Не добавлял Если бы сам Не отыграл Достаточное количество Боев на нем В линии фронта Шкода Т56 Динамика Ну Так себе Для режима Комфорт стрельбы Ну УВН Минус 8 Но вдаль стрелять Не самое приятное занятие Относительно других танков Да и ультимативной брони У нас Тоже нет Да башню Да ВЛД Но непробиваемой крепостью Его уж точно не назвать А что же у него Такое есть А помните Ребята я говорил Что в линии фронта У вас практически Всегда есть В кого пострелять Так вот Даже если пострелять Вдаль вы не особо можете Круг захвата сбить Тут уже дистанции поближе Или самому захватить базу И встречать там Выезжающих защитников Тоже не промахнетесь А когда у вас имеется Барабан на 920 урона С общей перезарядкой В 20 секунд Вы ой как неплохо Можете встречать противников Из-за угла Кто-то выскочил Подставился Получает два снаряда И у вас уже Около 1000 урона Есть в кармане На миникарту посмотрели Два раза моргнули 20 секунд уже прошли Вы следующего противника Ловите За счет быстрого КД Быстрой разрядки И внушительного урона Шкода Т56 На удивление Очень неплохо Может настреливать В некоторых ситуациях Однако Вы должны понимать Что это больше Про удержание Конкретной точки И стрельбу в упор То есть Как по мне Лучше всего Заходят на первых Каких-то стадиях боя И не забывайте Что урон Внушительный Но в соло Мы с одного Магазина Никого не убьем Поэтому держимся Рядом с союзниками А так Шкода Не самый очевидный Но реально Неплохой тяж Для линии фронта Дальше у нас Скорпион Джи Добавим ПТ-САУ в наш список Тут все очевидно Хорошая динамика Великолепный И неподражаемый Маус-ган С альфой В 490 И пробитим 246 миллиметров Стабилизации Нет Но Быстрая сводка Хорошая конечная Точность Урон в минуту Высокий Все для стрельбы Со второй линии Маус-ган Это вообще Наверное Чуть ли не лучшая Пушка на восьмом уровне Минус Конечно Абсолютно Целлофановый танчик Один фугас И ты погас Поэтому И играть надо Достаточно аккуратно И избегать Всяких ЛТ Которые сломя голову Летят через Всех Лишь бы по вам Фугасиком зарядить Если вы будете Достаточно осторожны И сможете Играть от альфы И от этой Шикарной Действительно пушки И динамики Постоянно меняя позиции Там подкатывая За вашими союзниками Скорпион-джи И этот танчик Действительно Отлично зайдет В линии фронта Ну и раз ЛТ упомянул Давайте по поводу Них теперь Вообще Какая проблема У легких танков Очевидно Их задача Светить Вот только В линии фронта Есть расходки На засвет И по факту Ваш обзор И ваша чудесная Маскировка Абсолютно Нахрен Никому не нужны И хорошо себя В линии фронта Чувствуют Легкие танки Которые способны Играть Именно от настрела Поэтому Машинки Которым в рандоме Мы говорим Обычно До свидания Здесь ХВК-30 М41-90 Гранд финал Он же чернобульдог М41-D Мы говорим Здравствуйте Урон в минуту Выше чем у средних танков Пробития базового Зачастую хватает А если крепкий танк Стоит лбом Никто не мешает Улететь вам И заехать с борта Или вообще на другой фланг Перетянуться Бонусом У немцев Есть фугасы С высоким пробитием А в линии фронта Картона катается Немеренно Так что фугасы Мы эти берем И получается Динамика есть Пушки в меру комфортные С высоким уроном в минуту С хорошими фугасами Имеются Не имеется только ХП Брони И соответственно Возможности ошибиться Потому что Если вы Со всей вашей Шикарной динамикой Решите куда-то прорашить Быстро там В соло Крупнокалиберное орудие Пронести То вас самих Крупнокалиберными орудиями Вперед ногами Пронесут Если вы Хорошо играете То вы сможете Соответственно Эффективно отыгрывать И много настреливать Поэтому Оценивайте Ребят Свои силы Адекватно Если вы Не скиловик А самый обычный Игрок То переучиться И понять Как правильно Играть на этих Танчиках Ну вам будет Не очень просто Если же В целом Их Эту троицу Между собой Расставлять То на последнее место Я бы поставил М41Д Я вообще Его чуть-чуть Но с натяжечкой Включил Да у него Самое комфортное Среди этих танков Орудия Но альфа Блин 170 А не 240 Поэтому приходится Чаще выставляться Для выстрелов Следовательно Больше возможностей Для ошибки Потом на второе место ХВК 30 По пушке Он чуть-чуть Как по мне Хуже чем Чернобульдог Но самое главное Он огромнейшее Корыто без брони На фоне Двух конкурентов Ну и на первое место Чернобульдог Среди этой троицы Мой фаворит С огромным удовольствием Играю на нем На линии фронта Танчик действительно Крайне эффективный Может очень много Урона настреливать Ну и бонусом Приятные фугасы Которые еще вам Лишнего фана К геймплею добавят Ну и Дорогие мои зрители Для тех Кто досмотрел До этого момента И такой Ну ты одни премы берешь Где же наш православный Прокачиваемые танки Во-первых Ребят Что поделать Вы в рандом Выйдите Там на восьмом уровне Девяносто процентов Машин Это прем танки Да и зачастую Все-таки Именно для фармы Люди выезжают В линию фронта А во-вторых Ребят Вот он Ваш прокачиваемый танк Внезапно Никто не ждал И не гадал ИС-2-2 Советская Двухстволка Отличный Агрегат В линии фронта Годная пушка С хорошим уроном В минуту С которой очень приятно И эффективно Настреливать Именно в ЛФ Бонусом Броня Которую не так Просто пробить Вспоминаем Что почти все Противники на ББ Да ультимативных Миллиметров нет Но помогать Беречь ваше ХП Ваша броня будет Это факт И динамика Почти 15 лошадиных сил На тонну Удельная мощность Поставили сюда Еще сверху турбину И никаких проблем Машинка Которая Ой как неплохо Зайдет в линию фронта У которой есть Все необходимое Для этого режима Но это не прем танк Поэтому и брать его Просто особого смысла нет Только ну для прокачки Разве что Ведь в рандоме Он не так хорош будет Можно еще там Всяких 53 ТП И Т-44 Вспомнить Но так как это не премы То особо Говорить про них нечего Просто напомним о них В рамках того Что эти танчики В этом режиме Тоже неплохие Хотя к сожалению Формить не могут Ну а на сладкое Ребят Я оставил Две машинки Которые лично для меня Лучшие танки Для линии фронта Я напоминаю Что данное видео Это не топ Не рейтинг Все перечисленные Машины хороши Вы выбираете В соответствии с вашим Геймплеем В соответствии с вашими Предпочтениями Для меня же Эти танчики Являются лучшими Первый Немецкий КПЗ 07РХ Невероятно Сложный В рандоме танк Реализовывать Который получается У очень маленькой Доли игроков В линии фронта же И играть на нем Будет попроще И чувствует он там себя Просто как рыба В воде Динамика На уровне легких танков Просто ракета Которая в условиях Огромной карты Спокойно катается И занимает любые позиции Пушка 200 единиц Разовый урон Маловато что-то Согласен Но космический урон В минуту И самый лучший Комфорт стрельбы Среди всех танков Которые были в этом списке Перезарядка 3,9 секунд В условиях Когда почти Всегда где-нибудь Подставляется враг Глаза просто В разные стороны Разбегаются Главное в этот момент Не перенаглеть И вовремя Отъехать назад А то противники Тоже не будут стоять И смотреть Как их очки прочности Постепенно сводятся До нуля При этом Имеются Фугасы На 90 мм Пробоя Что в случае Встречи с любым Картоном И Альфу Нам дает Неплохую И без того Наш немаленький ДПМ увеличивает Пробитие 205 мм На тяжики Будет зачастую Не хватать Но опять же Динамика Заезды с разных сторон Поиск противника Который стоит бортом Комфорт стрельбы Который позволяет Выцеливать уязвимые зоны Машинка Хоть и сложна В реализации Все же Действительно Шикарно Ну и Мой личный Топ-1 Для линий фронта Да если Объективно На этот танчик взглянуть Он действительно Достоин Этого звания Чешская Патасау Шептка ТВП-100 Или Ширача Как я ее называю Или Шпак Или Шпатель И в принципе У рандома Множество Прозвищ для этой машинки Я ребят Сказал что У КПЗ Лучший комфорт стрельбы Чем у всех Преведущих машин Я ребят Маусган Назвал лучшей пушкой На восьмом уровне Так вот Забудьте Просто Когда вы видите Пушку Ширачи Забудьте Все Урон в минуту Спокойно Разгоняется До трех с половиной тысяч Пробитие 270 миллиметров На базовых снарядах Почти Любой танк В рамках линии фронта Мы чуть ли не в силуэт пробиваем Альфа 250 И КД в 4 секунды Кто бы не подставился Мы сразу готовы В него разряжаться При этом Не дай бог На вас выкатит Какой нибудь Картонный танчик Это будет Его смерть Если обычные снаряды Наносят 250 урона То фугасы С пробитием 100 миллиметров Имеют Альфу В 420 Фуловые скорпионы Там всякие Су-130 ПМ Буквально Умирают За 8 Блин Секунд И вы Не забывайте Какое количество Разных картонных танков Катается в линии фронта Так что Фугасов Грузите Не жалейте 15 штук Там чуть ли не минимум Я в рандом Т-16 с собой Их беру И зачастую Все отстреливаю А тут Убираем все кумули И можно Чутка еще Рыжих снарядов Сверху добавить Единственный минус Этого орудия С которым придется Мириться Это УВН Минус 6 градусов Да, этого не хватает Но можно ли с этим Спокойно отыгрывать? В принципе Можно Хотелось ли побольше? Да, в некоторых позициях Мы весьма ограничены Но и с этим Спокойно можно играть И реализовывать Просто шикарнейше Наверное Именно для линии фронта Лучшее просто орудие Ну и динамика Как вы понимаете У Шпидката ВП-100 На уровне Эта Тарантайка Летает ого-го как До КПЗ Конечно Не дотянет Но если Отстанет от него То не слишком далеко И как я и говорил В режиме Где главное Это иметь Хорошую комфортную пушку И динамику Чешская ПТшка Становится Просто воплощением Идеального танка Привыкнуть к геймплею Там Разные предпочтения У разных игроков Это одно Но если вы Хороший игрок То этот Чех Потенциально будет Одним из самых Эффективных танков Для линий фронта В ваших руках А что самое главное Это крайне Интересная машинка На которой Каждый бой Будет в удовольствие Не в последнюю очередь Благодаря ее Мощным фугасам Вот такой он Вот мой список Лучших машин Для линий фронта Что ж Надеюсь данный ролик Помог вам собрать Свой скват Лучших машин Для этого режима Пишите в комментариях Если у вас есть Какие-то Свои любимые танчики На которых у вас Хорошо получается Отыгрывать в линии фронта Ну и как всегда Увидимся В следующих видосах Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok